Сейчас расшарю. Так, ну вот это жалею, что не пишу, я хочу скомбинировать ролик из всех своих мыслей, которые в онлайне озвучиваю, чтобы они не были раскиданы на много часов. А представляли из себя такой сжатый хотя бы 10-минутный ролик информации. Значит, что я озвучил, это я уже для записи, для ролика на всякий случай скажу. Почему они были вынуждены придумать континент Австралии? Причина проста. Давайте посмотрим на эту карту. Если мы с вами находимся в Камбодже, это все-таки материк. И идем, допустим, по этому полуострову, то мы с вами видим острова Индонезии. Естественно, мы на эти острова Индонезии попадаем. Вот. С этих островов Индонезии мы уже видим с вами Антарктический круг. Поэтому, чтобы индонезийцы или кто там прилетает в Индонезию, чтобы они не задавались вопросами, а что там за земля вдали? Вы же видите, что расстояние безумно близкое. До Антарктического круга фактически рукой подать. Вот кто там задается мыслями, даже вот с азиатской части мира, вот кто хочет попасть, у кого есть финансы. Вот, мандруем пешком в Китай, потом в Индонезию, через острова на Байдарках, на Антарктический круг. Кто впервые подключился к этой трансляции, показываю, как выглядит на самом деле Австралия. Антарктида и Австралия – это одно и то же. Австралия является частью Антарктического круга. Небольшой полуостров на морской глади, который многим островам виден невооруженным глазом. Слава, как-то складывается про Австралию немного, да, что получается, что действительно, скорее всего, ее и нет. Раз там стоит такой забор, то это понятно. Ну, мистика меня сопровождает по жизни всегда, но тут очень смешно что-то рассказывать. Рассказываю, после того, как Слава озвучил, что Австралии нет, я вспоминаю, что у меня как бы есть приятельница на ФБ, которая вот как бы пару месяцев уже в Австралии. Захожу к ней на страницу, просматриваю бегло фотографии, а она периодически выставляет свои фотографии. Смотрю, а, собственно, смотреть-то нечего. То она в каком-то кафе сидит, кофе пьет, то она, значит, стоит, как бы видно берег океана, и она где-то то ли из какого-то там дома, то есть вот такая фотография ракурсом, то какая-то пальма, то какой-то мол она сфотографировала, там речка течет, она говорит, что там можно в ней прямо искупаться. А вот, и в принципе-то ничего такого нету. Я пишу, я вообще такая вот, как железная дорога прямая, мне, конечно, надо быть половче и похитрее, и свои мысли как-то не так прямолинейно выражать, но тут как-то ума хватило, и я написала всего лишь навсего такую вещь. Я написала, Надя, а можно фотографии города? Где именно ты находишься? И побольше бы хотелось посмотреть улицы, город, ну вот как бы так. Но что криминального, да? Вроде ничего страшного, я же ничем не напугала, ничем не напугала. Вот. Немножечко от ответвления объясню. Мы с ней, вы знаете, что там бывает 300-400 друзей, и половина так, они чисто номинальные. Это как раз друг не номинальный. Мы с ней даже общались по телефону. Она юрист, как моя дочь. Вот. Познакомилась я с ней еще два года назад на Фейсбуке, и она там консультирует, иногда там дает какие-то там рекомендации русским там, украинцам. Вот. Потому что она юрист, она знает законы там и так далее. То есть и украинские, вернее и греческие, и российские. Дает рекомендации, помогает некоторым делать переезд сюда. По-моему, недвижимость еще занимается. Ну, в общем, я так поняла, что всем по чуть-чуть. Вот. Вот после моего буквально вопроса, то есть пожелания по поводу фотографии, я открываю, думаю, ну сейчас она мне что-то, а я на основании этих фотографий, значит, а может там что-то, заберу какую-то фотографию, покажу там, может быть, что-нибудь мы там вместе увидим. А на одной фотографии так я вообще не поняла. То есть вот такое впечатление, как будто это картина. Я вам серьезно говорю. Там где океан, там какие-то здания, значит, за океаном. Вот. Какие-то облака, ну, точно нарисованы. Я вообще посмотрела, не поняла. Хотела еще спросить у нее это что, фотография или это картина какая-то, может, где-то сфотографировала. Вот. В общем, захожу, нету, я туда, я сюда, я ничего не понимаю. Меня заблокировали, ребята. Меня хорошо слышно? Алло? Да хорошо, я просто завис от информации, что человек, который решил поинтересоваться про Австралию, его заблокировали. Но перед этим, я забыла, перед этим, появилось письмо. Вот когда я спросила, я забыла одну маленькую деталь. Когда я спросила, а можно ли улицы там сфотографировать, такое-сякое, пятое-десятое, вдруг появляется письмо. Вот это самое главное, я забыла, письмо. Она пишет. Дорогие друзья, пользователи моей страницы, пятое-десятое, любая информация носит, как бы, личный характер. Не имеете права не фотографировать ни ТД, ни ТП, вплоть до уголовной ответственности. Я в шоке. На самом деле и фотографировать-то нечего, и информации никакой. Сейчас зачитаю. Единственная информация, то бишь, вот под фотографией, то, что она, скажем так, выставила и что-то написала. Сейчас я специально его здесь оставила, чтобы вам прочитать. Сейчас зачитываю. Значит, она стоит. Да, я, кстати, и сказала, что без себя. То есть не все же хотят себя там показывать на фоне фотографий. Я говорю, вот просто мне там улицы там и так далее. Значит, она пишет. Интересная встреча. Она стоит около океана. Интересная встреча была здесь, в Австралии. Молодой человек был у нас в гостях. Он представитель стиля жизни эко. Что такое в их представлении жизнь в стиле эко? Питаются скромно, стараются не уничтожать животных. Передвигаются преимущественно на велосипедах. Воду, энергию расходуют крайне экономно. И главное, стараются носить одежду исключительно с секонд-хенд. Я вообще в шоке. Значит, бережное отношение к природе. Все вокруг располагает к этому. На фото моя прогулка. Ну, понятно, что прогулка. Виден городской пляж. Там нет никаких лежаков, зонтиков и прочих приспособлений. Не увидите ни одну сигарету, окурок или пакет из лаппетки и прочее. Чистота необыкновенная. Поначалу удивляешься, вне сомнений, природу надо перечь. Отвечу на некоторые реплики. Я здесь работаю над новым проектом по 8-12 часов в день ежедневно, кроме воскресенья. Вот, поэтому как бы не могу всем отвечать. Пятый, десятый. Все. Вот это вся информация. Слава, вот за эту информацию что? Уголовной ответственностью грозятся эти что? После этого, значит, когда я это прочитала, вот как раз и произошел блок. То есть я ищу ее, а я понимаю, что если бы она меня просто из друзей удалила, я бы нашла ее, ну как, вот мы с ней переписывались, в чате я бы ее нашла. Вот, и поняла бы. Но, то есть она у меня исчезла, все. Я исчезла у нее, она исчезла у меня. Я иду, сегодня целый день в раздумьях, думаю, а за что же это меня блоканули? А что же я такое неприличное спросила? Тем более с этим человеком. Мы общались по телефону. Этого человека я даже защитила на сайте, потому что там какая-то информация шла о том, что она чуть ли не российская шпионка. Кто-то там, что-то там. В общем, какие-то были очень некрасивые сплетки. Я вообще сплетен не люблю. Нет доказательств, это все так. Словоблуди. И еще там мужку досталось от меня. Я сказала, что он просто ведется, как баба базарная. Вот, и из друзей удалила. И вот такая вот вещь. То есть она знает, что я защищала, как бы мы с ней общались. И вдруг она меня блокирует. Я иду, забираю Марусью с садика, иду совершенно по ровной дороге. Вот, Маруська по ступенькам, у нас все горы тут, под углом 45 градусов. Обхожу машину. И вот как скошенный сноп, я просто падаю. Я падаю, как будто меня в левое плечо кто-то кулаком ударил довольно сильно. Я падаю на правую сторону, но некая сила меня таки поддержала. Асфальт был уже близко около лица. Я устояла. Но растяжение сильное получила. Иду и думаю, господи, ну за что? Еще и тут получила. Что-то я нарушаю какой-то закон, куда-то не туда вляпываюсь. Иду и размышляю. Прихожу, сажусь, думаю, сейчас напишу. Ну, вспомнила. Одна общая у нас подруга как бы есть. Думаю, сейчас найду ее. И через нее как бы попытаюсь спросить, а что, собственно, произошло. Что ты думаешь? Она меня разблокировала. Но, когда я вошла на ее страницу, даже половина тех фотографий, которые я видела, уже нету. Вот она стоит. Вот на бережку. Вот она в кафе пьет кофе. Вот она около какого-то, причем какая-то такая странная, крытая площадка. Там какая-то черная труба и дырка такая светлая. И она говорит, как вы думаете, это дизайн или маркетинговый ход? Ну, это там оказался магазин обуви. Я говорю, и то, и другое. Круличья нора. Я еще туда, помню, подписывала. А фотографии там где-то еще часть что-то города было видно. Там какие-то такие куски. Это все пропало. Я тогда взяла сегодня, после вот того, как я была разблокирована, я ей написала в личку. Жду ответ. Тут я уже написала конкретно. Во-первых, я спросила, по какой причине я была заблокирована. И написала, Надя, меня интересуют фотографии по такой-то, по такой-то причине. Потому что я слышала, что там есть заборы. Там вглубь континента нельзя пройти. Слышала ты либо что, знаешь ли ты об этом что-то. И что тебя смутило, собственно. Ну вот пока еще нет ответа не привета. Жду. Интересно вообще, что происходит, а? Кто мне ответит? Слава. Алло. Ну, предлагаю всем, кто будет это слушать в записи. Я, скорее всего, этот замечательный ролик. Как бы трансляция будет идти своим ходом. А дополнение, которое сейчас я озвучу. Вот 9 минут замечательной информации благодаря Светлане. Я предлагаю устроить охоту за артефактами под названием Австралия. Возможно, я сам сейчас через какое-то время, когда домонтирую ролик, полезу на сайты так называемых австралийцев и буду качать ту или иную информацию. Дело в том, что я имею ввиду фото. Есть человек, Валерий Завод. Он же отснял много роликов, в которых сообщают, что Австралия на самом деле компьютерная графика. И в своих роликах это доказывает. Я и его ролики заодно изучу. А фотографии, это я вам скажу, это классные артефакты будут. Если кто-то по собственной инициативе начнет качать фотографии и потом специалистам отдать, таким как Юрий Тимовский. А он мега специалист во многих вопросах. В частности, мастер владения фотошопа и других аналогичных программ. Он без особого труда сможет определить, рисунок это или все-таки настоящая фотография. Поэтому под запись, под завершение, наверное, скажу вот это. Что давайте все вместе достанем истину в очередной раз. Еще раз хочу сказать тех, кто впервые этот будет ролик слушать. Австралия есть, но Австралия это часть Антарктиды. Или Австралия и Антарктида это одно и то же. А те, кто в теме, я еще раз скажу, что Австралия это часть Антарктического круга. Вот такая математика. Поэтому забор, который там стоит, он не пускает в Антарктический круг. Ну да, на полный Антарктический круг. Вы обратите внимание, какие диковинные животные живут на этом континенте. Дело в том, что даже на старых картах сохранилось описание этих животных. В других, во всех регионах мы с вами видим совсем другие типы. А вот континент Австралия равно Антарктида имеет сумчатых животных уникального порядка. Пока передаю слово и, скорее всего, буду приступать к монтажу. Может, кто-то хочет из чата добавиться. Может, у кого-то, я имею в виду, в голос и про Австралию сообщить. А пока передам слово. Вот она еще написала утренний поход в овощную лавку. Весь торговый комплекс принадлежит только китайцам. Вот я вижу очень красивые упаковочки такие аккуратненькие. Все. Вот нигде нет. И вообще такое впечатление. Я даже вот на небо смотрю. Даже на небо смотрю. Вот фотография. Вот эта лавка. Небо. И еще кто будет впервые этот ролик смотреть сейчас, извини, Свет. Почему они придумали континент Австралия? Потому что его можно было не только в бинокль увидеть, Антарктический круг, но и находясь на ближайших островах. Поэтому, чтобы люди не задавали вопросы, а что это за земля виднеется вдали, им пришлось Антарктический круг выдать за небольшой остров, который они нарисовали, чтобы над нами посмеяться. В виде головы собаки и в виде головы кошки. Вот жалко, что я не могу эту фотографию взять. Вот она. Это фотография, которая картина. Но это не фотография, ребята. Но вы меня пристрелите. Это не фотография. Но я ничего, к сожалению, сделать не могу. Ну, ладно, будем ждать. Кто-то, может, что-то нароет, покажет. Но меня, конечно, это в ступор било вообще, в конкретный. Интересно, ответит она мне или опять меня заблокирует? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!